Мне вообще не нравилась гимнастика. Я вообще очень человек увлекающийся. Групповым мне очень понравилось выступать. Я вообще не помню, что я делала на площадке. Ну, давай показывай, что ты тут нас оставляла. То есть я приходила, все были готовы. Если есть бешеное желание, то время летит незаметно. Дети, у которых очень хорошие данные, они вот в какой-то момент расслабляются. Ну, что это такое? Ну, зачем это все надо? С Ритой-то я работала меньше, чем с Женей Каневи. Работать честно, много, с интересом. Наталья Валентиновна, добрый день. Для нашей команды большая честь видеть вас у нас в гостях. Для меня сегодня очень волнительно, потому что брать интервью, разговаривать о гимнастике с человеком, который был, когда я была в зале, тренером, я очень переживаю, держу оценку, втягиваю спину. Для этого, если будут какие-то неточности, прошу прощения, для меня правда сегодня очень волнительный день брать у вас интервью. Хорошо. Привет, Азиза. Вы из гимнастической гимнастии. Да. Настоящая у вас мама, заслуженный тренер России. Вы заслуженный тренер России. Ваша дочка звездочка нынешняя. Скромно сказать, Полина все-таки знает уже в гимнастике. Да. Расскажите, как так произошло? Я сама не знаю, как так произошло. Я не знаю, потому что в основном, как я знаю, что у тренеров по художественной гимнастике рождаются мальчики, как правило, почему-то. Ну, видимо, наверное, чтобы мамы-тренеры не мучили девочек. Ну, и вообще, как правило, почему-то у мамы с дочкой не складываются на тренировках отношения. Я не знаю, почему. Вот, ну, по крайней мере, у меня с мамой так точно не складывались там на тренировке отношения. Вот. Ну, вот какой-то, видимо, шанс подарила судьба мне, и родилась Полина. То есть у Полины не было шансов заниматься другим видом спорта? Ну, потому что, во-первых, у меня не было времени заниматься, скажем так, водить ее в какие-то другие кружки, потому что гимнастика отнимает у нас, естественно, все время силой, и всю, каждую минутку мы тренеры посвящаем и тренировкам, и детям вне тренировок, и как бы не было вообще. Но я так думала уже, что если бы у нее не были бы такие данные природные, хорошие, то, конечно, наверное, я бы как-то умудрилась бы ее на какие-то другие кружки водить или куда-то вдруг. Но вот так природа сделала, что у нее, конечно, такие данные, что, честно скажу, у меня таких учениц еще не было. Вот все, кто были, все равно были какие-то те или иные минусы, которые приходилось дорабатывать, разрабатывать, я не знаю, там, скрывать композициями, там, но вот у нее, я удивляюсь просто, но у нее, наверное, есть все. То есть вы родили идеальные гимнастку? Вот, видимо, да. Ну, конечно, я не знаю, как быть дальше, но вот на данный момент это просто лучше придумать сложную себе гимнастку. У нее, получается, у этой гимнастки идеальные родители, у вас нет проблем с родителями, потому что часто родители мешают. То есть даже вас на уровне сборной часто преследует эта проблема, ну, как, родителей? На уровне сборной, наверное, преследует другая проблема. Им родители вряд ли мешают. Скорее, они, наоборот, не, ну, скажем, не делают то, что они должны делать. Это, например, такие вещи, как следить за учебой, уроками, то, что я говорю им сразу, говорю, ну, вы меня простите, пожалуйста, но у меня есть свой ребенок, за кем нужно следить за учебой, за здоровьем и за всем остальным. И вы, пожалуйста, возьмите на себя хотя бы этот момент, то, что я провожу с ней целый день в зале и куда-то ездим. Это моя обязанность, я это делаю. Но вы можете своего ребенка контролировать, там, хотя бы уроки. Ну, вот, наоборот, не мешает, а наоборот, не помогает в основном. Очень редко. Они как-то вот сдают в надежные руки и считают, что все здорово, мы устроили ребенка в надежных руках и мы теперь уверены полностью, что все, у нас дочь звезда и ее воспитают, обучат, сделают из нее чемпионку. Ну, и мы вообще... И тренер сидит в зале восьмое час и думает, я не уверена, я просто дева. А какая Наталья? Ну, Наталья Валентиновна Кукушкина была сама гимнасткой. Ленивая? Мне вообще не нравилась гимнастика. Но потом уже, по прошествии много лет, я уже понимаю, что, скорее всего, просто меня надо было физически закачать. Я потому, что была очень высокая, худая и у меня совершенно не было тех мышц, которые бы мне позволили выполнять там те или иные, не знаю, там лучше быть, чем я и чем... То есть у меня растяжка была, а ноги не держались элементарно. Не могла вообще, я сейчас твою ногу еле поднимала, прыжки еле-еле. То есть это все было настолько у меня на соплях, как говорится. Единственное, у меня была классная координация и я могла делать там, не знаю, любые вообще, сама придумывать какие-то супер элементы еще с детства и их делать. То есть не то, чтобы их долго учить, учить, учить там, нет, просто придумывала и делала их и вставляла в упражнения. И, в общем-то, как бы мне не составляло труда делать сложные вещи с предметом. Но что касалось физики, это было просто. У меня вообще ничего не могла сделать. И из-за этого я очень переживала. И когда я выступала, у меня, ну, просто, не знаю, мне было тяжело тренироваться, мне было все это делать сложно. И я потом, я не понимала почему, мне, короче, я на все это плюнула и не стала вообще стараться. Ну, как бы, у меня не получалось на соревнованиях хорошо выступать. И я расстраивалась и вообще потом на это на все плюнула. Ну, и вообще не буду тогда ничего делать. И мама там, как не пыталась меня как-то заставить. Все было бесполезно. И потом, когда я поняла уже, что я, когда уже я стала работать тренером, я поняла, что я просто была физически очень слаба. Не готова к таким. Да. Я говорю, мам, а ты почему же меня вообще не качала-то? Она говорит, да нет, все вот делали ОФП, и ты делала ОФП. Только все старались, а ты ничего не хотела делать. Ну, я так вот думаю, что если бы мне попалась бы я... Вы анализировали. Да. Если бы мне попалась бы я, я бы в первую очередь, наверное, просто видя, что хорошая координация, неплохие данные, я бы, наверное, ну, но совсем нет мышц, на чем это все делать, да. То есть я бы, наверное, вообще бы отложила все соревнования этой гимнастки, там, все на год примерно. И просто бы ее закачивала, пока у нее не появилось бы вот все то, на чем это все просто можно спокойно дальше делать. То есть вы глубоко анализировали себя как гимнастку? Ну, конечно, да. То есть, ну, как бы все же говорили, что данные хорошие, там, красивые, фигуры, все есть, а вот ничего не получилось. И мама-то заслуженный тренер. Мама-то у меня, ну, как бы очень сильный тренер была. И в итоге ничего. Ну, вот как-то вот я вообще очень человек увлекающийся быстро, и если меня быстро не увлечь и не сделать там быстро все, чтобы мне, скажем, я просто потом остываю, и мне неинтересно становится, и все. Правильно я понимаю и правильно пишет интернет. Вы были и в личном, и в групповом. Вас пытались, ну, вот, может быть, через групповое удержать в гимнастике, заинтересовать? Ну, да. У меня просто был такой момент, когда моя мама пригласили на тренировать сборную России, молодежную сборную России по групповому. Тогда даже Союз был. Да. Да. А ее пригласили в молодежную сборную России тренировать по групповому упражнению. И тогда, соответственно, было две команды, и меня там во вторую, естественно, так как я с мамой на сборы ездила, во вторую меня поставили. И вот на самом деле в групповом мне очень понравилось выступать. И я, честно говоря, в личном, вообще для меня это было все не в радость. Я очень боялась выступать. У меня был такой стресс, что я выходила. Я помню, что я только слышала сигнал, и все. Я вообще не помню, что я делала на площадке. Я только помню, как я ногу поднимаю, а вторая нога у меня какая-то как ватная. Я вообще не могла стоять на ногах. У меня там какая-то билиберда, видимо, получалась. И потом я помню, как я ухожу с площадки, и у меня опять вот этот вот сплошной негатив и стресс от выступлений от моих. И потом меня поставили в групповое, и я там так себя вот, не знаю, хорошо почувствовала. Во-первых, в компании. Видимо, я не личница вообще была. Вот. Во-первых, в компании. В компании я просто, я видела все. Кто куда кинул, где как нужно кого-то там под это поддержать, где как что помочь. Я как-то так умудрялась все всем помогать. И, видимо, вот это было, наверное, мое. Но тогда так не было развито. Ну, групповое упражнение не было. В основном были как-то личницы. Не было еще системы такой крепкой. Да, групповых было не так много. Поэтому, видимо, не попала я. Но, наблюдая за вашей дочкой Полиной, мне кажется, у нее абсолютно другое. Мне кажется, она очень любит выступать. Да, есть. Она выходит на ковер и сразу все видят, что Полина Кукушкина на ковре. Да, с самого детства. Причем с самого маленького возраста. Она очень артистичная. Она все зрители, все судьи. Там Ешка, там все ее. Да, все любят ее. Судьи всегда ждут, что она выйдет и что-нибудь такое интересное. Она всегда, у нее все постановки такие есть. Если грусть, то грусть до конца. Да, артистичная она у нас такая. И также вы рассказали, что вы любили составлять. И если Википедия нам не врет, то вы начали работать со сборной России. Причем в очень юном возрасте, вам было около 20 лет. Да. Расскажите, с каких скромных имен начался ваш послужной список постановок? Это получилось так случайно. Скажем, что у меня моя мама, она дружила с Ириной Александровной. Они были близкими подругами. Вот. И когда Ирина Александровна приехала с Атланты, с девочками, они созванивались, наверное, по телефону. И Ирина Александровна, ну, видимо, мама поздравляла ее. И Ирина Александровна сказала, вот, теперь ищу постановщика. Буду, ну, девчонкам надо новую программу составлять. И мама говорит, а у меня дочка как раз составляет. Она говорит, да, ну, пусть приезжает в Новогорск и составит что-нибудь девчонкам, а мы посмотрим. Ну, и вот так я попала в Новогорск. Я приехала. И первое, что я помню, во-первых, я, да, я приехала. И когда я зашла в зал, ко мне бежала, просто сломя голову, ко мне бежала Алина Кабаева, маленькая такая, маленькая девочка, я никого не знала. Ну, как, я знала, конечно, я смотрела телевизор, естественно, мы все время по ночам смотрели художественную гимнастику, Амину я знала, Яну я знала, конечно, это было вообще для меня. Вот, ну, на тот момент подбежала ко мне Алина Кабаева и сказала, а я вас первая увидела, я вас первая увидела, мы там с чемоданом шли. Вот, ну, я пришла, все, и, значит, первое, кого мне дали, это Юля Барсукова. Да, я, ну, Юля на тот момент не была, чтобы вы понимали, олимпийской чемпионкой, то есть она только начинала, она была просто очень хорошей гимнасткой Москвы нашей, вот, и мне дали составлять ей скакалку, и под джизель мы с ней составляли скакалку, вот, и потом Амина Зарикова тоже со скакалкой, видимо, это, видимо, скакалок давно не было, как мне кажется, и пришла скакалка на тот момент, я так думаю, потому что как-то очень сложно было со скакалками составлять, вот, составила Амини скакалку, составила Яни Батыршин и потом чуть попозже обруч, по-моему, и Алине Кабаевой обруч. И как раз дня через три приезжает Ирина Александровна и говорит, ну, давай показывай, что ты тут насоставляла. И она посмотрела, ей, в принципе, все понравилось, и она говорит, да, молодец, ну, давай, приедешь еще, приезжай к нам еще, мне нравится, как ты составляешь, вот, ну, и, соответственно, я уехала, потом моя мама решила, у нас в нашей школе тренировалась Ольга Белова, маленькая девочка еще, ей было 11 лет или 12, где-то примерно так, а она пришла в гимнастику только в 10, да, она поздно уже пришла, и за 100 лет. То есть она, кроме данных, она, ну, практически, она ничего делать не умела, и мама решила, так как у девочки там не очень хорошо семейная там вся эта история, она решила ее показать Ирине Александровне, потому что данные действительно выдающиеся, ребенок красавица, и данные выдающиеся, и она решила, привезем-ка, мы ее Ирине Александровне покажем. И привезла ее в Москву. Ирина Александровна сказала, да, она, конечно, очень классная, данные супер, девочка хорошая, Оля, оставайся. И позвала меня, чтобы я с Ольгой как раз вместе, ну, как бы, начала ее... Кто-то должен был ей сидеть все-таки развиваться? Да, конечно, она маленькая совсем, и сразу в Новогорск. То есть, естественно, нужно было ей составить программу, какую-то такую, которую она смогла бы сделать. И вот первую вот эту программу, мы с ней отрабатывали, сидели в Новогорске, потом я уезжала, приезжала. И, в общем, в итоге я через какое-то время, когда начал открываться ЦОП, Центр Олимпийской подготовки... Это 99-й год, где-то примерно. Вот, начал открываться Центр Олимпийской подготовки, и Ирина Александровна мне сказала, все, мне надоело то, что ты туда-сюда ездишь, давай выбирай. А вы ездили между Волгоградом? В Волгоград и в Новогорск обратно. И так вот я постоянно ездила. И она мне говорит, ну, все, мне надоело. Либо ты приезжаешь в Москву и остаешься здесь, выбирай, либо все. Я говорю, ну, все, конечно, я остаюсь, Ирина Александровна, я, естественно, никуда не поеду, я буду работать с вами. Ну, и все, я переехала в ЦОП, открылся зал, открылись квартиры. Вот. И Ирина Александровна, да, начала устраивать такие просмотры, которые приглашала всех детей со всей России. Дети приезжали, она сама выбирала, кого она считает, что это хороший ребенок, она оставляла нам. Я, Елена Юрьевна там были. Елена Юрьевна пришла с Капрановыми, с Олей, с Катей как раз из своей школы. Ну, и вот мы начали потихонечку так работать. Получается, можно сказать, вы были первооткрывателями ЦОПа и всей этой истории, потому что сейчас ЦОП работает уже почти 20 лет, мне кажется. Празднование. Почему не было 20-летия ЦОПа, это открытие квартир? Не знаю. И сколько гимнасток там воспитано, и какие истории? Ну, видимо, у нас просто не хватает ни у кого времени. Ни у кого времени. Да, все, да. Правда, я только сейчас задумалась, где-то в 99-м. В 99-м, прямо ровно в 99-м, да. Я переехала ровно в 99-м году. Как раз у вас началось имена девчонок, кто были первыми? Мы с Аминой Васильевной недавно это вспоминали. Да, но я помню, что первой приехала Даша Чернявская, Оля Пескишева. Алия Гараева попозже. Алия Гараева чуть-чуть попозже. Потом Зарина Мухединова немножко попозже. Да, 89-й год. Вот. Ну, там на самом деле было много детей, которые... Олеся чуть попозже, да. Или раньше. Олеся чуть попозже приехала. То есть было... Ну, были какие-то просто... Я не знаю, я уже не помню. В основном дети приезжали и уезжали. Я их уже и не помню. Вот. Но помню, что в основном, конечно, началось все с Даши, с Оли Пескишевой, потом Займа Хединова, потом уже подъехали Лена Исаенкова, Алина Ходзев. 90-х годов. Женя Канаева. Женя Канаева, да. Все любят новогодние подарки. Поэтому партнер проекта «Разговоры о гимнастике» компания «Артблеск» учредила специальный приз. Сертификат на 3000 рублей. Условия просты. Нужно быть подписанным на меня и на компанию «Артблеск» в Инстаграме. И оставить комментарий под этим видео. Удачи! И всем с наступающим Новым Годом! Не все наши зрители знают, что такое ЦОП и как он строится. Что девочки, перспективные дети приезжают в Москву. Есть такие квартиры, где они живут с воспитателями. И девчонки учатся в школе, либо экстерном, и тренируются. То есть девчонки, гимнастки живут далеко от родителей. И вы в какой-то мере заменяете им родителей. Это правда. Вы становитесь вторыми мамами. И скажите, чувствовалось... Вы на тот момент были еще молодым тренером. Чувствовалась ли эта ответственность на тот момент? Или просто делали свое дело? Нет, вообще ответственности я почему-то никакой не чувствовала. Я тоже об этом очень хорошо думала. Потом, впоследствии уже. Я думала, я не понимаю, как у меня так получилось. Вот как... Даже ЦОП, это даже не столько. То есть это только начиналось, все только развивалось. И как раз таки из ЦОПа дети, кто в начале был у нас, из них особо не получилось каких-то чемпионок. То есть это как-то вот у Дашки не пошло, у Чернявской, у Ольги Пескишевой тоже. Вот вроде бы только-вот только. А уже раз и все. И в основном таки в ЦОПе, видимо, мы только это начинали, когда мы сами, видимо, не понимали, что делать, как делать. Тем более мы и неопытные, и вообще тренеры были. Не знаю, у меня в Волгограде была одна девочка только. И все, одна гимнастка. Мы вас тогда без отчества называли. Вы нам не разрешали. Это я сейчас, Валентин, на нас Наташа и Амина. Мы по-другому и... Мы тоже себя не чувствовали, Наталья и Валентиновна, и Амина и Василовна. Да, вы нам нагрешали, вы чего так нельзя. Да, нам казалось, что это вообще... Пока Ирин Санна не пришла, я не сказала. Так, все, больше, чтобы они вас так не называли. Никакие вы не Наташа и Амина. Вы Наталья Валентиновна и Амина Василовна, чтобы больше я не слышала. И мы, правда, те, кто у нас были первые, так они нас и называли. Наташа и Амина. А которые в следующее поколение пришло, уже все, мы их уже заставили так себя называть. Наталья Валентиновна, но вы все-таки скромничаете. Вы заслуженный тренер России. Если при начале становления ЦОПа в 99-м году вы говорите, что не получилось взрастить у вас звездочек, то буквально лет через 7 вы получаете заслуженного тренера России. Расскажите, кто тогда был с вами из девчонок, за кого получили, мы знаем, за Татьяну Горбунову, но сейчас это директору... Мой директор. Да, ваш директор. Да. И с кем тогда за эти 7 лет, с кем вы росли как тренер, а девчонки росли с вами вместе как ваши ученицы? Получилось так, что мы, немножко проработав в ЦОПе, открылось отделение художественной гимнастики в училище. И мы, соответственно, переместились. Ирина Сан решила так, что должна я, Елена Юрьевна, что мы должны пойти работать в училище. И мы, конечно, уже из ЦОПа взяли туда детей своих. То есть это Женя Канаева у меня была, Лена Исаенкова, Таня Горбунов... Нет, Таня Горбунов чуть-чуть попозже пришла в училище. Значит, Олеся Бык и Даша Чернявская там была. Мы взяли их всех туда. И потом подошла еще туда к нам Алина Коцарь и, соответственно... И Саша Соловьева, нет? Нет, это я про своих говорю. А Саша Соловьева была у Елены Юрьевны. И у нее же была Алина Генеровская, Саша Соловьева и Капрановая. Катя Соли. Олю, правда, забрала Вера Николаевна себе. А вот остальные девчонки у нас... И Ира Каменева еще была. Да, она приехала тогда. И потом чуть-чуть попозже Таню Горбунову приняли в училище. Просто у нее не было результата на уровне перенства России. И, соответственно, она не могла никак поступить туда. А как только у нее результат появился, она ездила из дома тренироваться. Каждый день ездила из дома. У вас кричка, она там не жива, она из дома ездила тренироваться. Да, она ездила из дома. И как только она добилась первых результатов на уровне перенства России, мы сразу же попросили ее принять в училище. Ну и, соответственно, у нас вот такая вот довольно большая компания там образовалась. Я думаю, мне кажется, человек восемь. Дашу забрали в групповое упражнение очень быстро. Олю Пескишеву как-то Ирина Александровна очень часто забирала тоже в Новогорск. И мы остались в основном вот с девчонками 90-го и 91-го года. В основном. Олесю Бык потом тоже забрали в групповое. Вот этот весь 88-й год ушел. И остался весь 90-й, 91-й. И вот с ними-то как раз-таки у нас пошло дело уже гораздо лучше. И они очень старались. Это просто было вообще... Я приходила на работу. Я не знаю, мне кажется, они меня видели, что я иду. Ну или приехала, машина моя подъехала. Но когда я заходила в зал, а с ними была вначале Ольга Николаевна хореографию вела. И я приезжала чуть попозже. После того, как они хореографию сделают, я заходила в зал. Вот работа кипела. Просто вообще как будто там... Как будто я вечером не уходила из зала. Вот просто вот все работали. Ни один человек не сидел на шпагате, не ждал, когда тренер зайдет. И я видела, я когда заходила в зал, они просто все были уже в работе. И никого не приходилось не то что заставлять, а разминать или там что-то еще. То есть я приходила, все были готовы. Мы начинали делать под музыку. И так как их было много, я их разделила по два, по три человека. И вот, соответственно, я сидела целый день в зале, а они уходили, приходили на две тренировки. И вот настолько я помню, я вспоминаю это время, вот просто как, я не знаю, ну, самое лучшее для себя, для тренера. Потому что дети были, ну, просто, они, я не знаю, они работали безостановочно, никого не надо было заставлять, ни один человек не плакал. Плакала Лина Генеровская. Лина, привет! И главное, я не понимаю, почему она в такой компании, где никто не плакал, она одна плакала. Ну, не знаю, ну, посмотри на всех, ну, как-то вот, ну, должно же быть. Женя Канаева, мне кажется, задавала темп. Женя, Таня вообще горбнова. Это просто. Это вот я всегда ставлю ее своим детям в пример. Потому что я вообще никогда не знала, у кого что болит. У них вообще, мне кажется, ничего не болело. А если вот что-то уже совсем не в моготу становилось, вот тогда кто-то мог заплакать. Я в таком шоке. Ты почему плачешь? Что случилось? Оказывается, что-то болит уже так, что вообще невозможно терпеть даже. А сейчас это просто. Ну, сейчас невозможно уже стало работать. Только какие-то дети стали, я не знаю, разбалованные, может быть, они какие-то слишком мягкие. Ну, я не знаю. Мне тогда вообще не было проблем. Я приходила и свое дело делала. Грубо говоря, на тренировки. А на тот момент вы понимали, что это дети реально трудолюбивые? Или вы сейчас анализируете, понимаете, что... Конечно, это только все познается в сравнении. Тогда мне казалось, что это так и должно быть. Это нормально, что они все плачут. Что мне интересно, да. Вообще без остановки и нормально все это. Но мне кажется, что еще играло роль очень большую училище. Потому что там вызывали на это собрание. Да, журналы вести, какое место. И мы с девчонками просто сейчас сидим. Вот Жень там с Юлькой Голубенко со многими сидим. Когда вспоминаем эту всю историю, они говорят, что нас очень подстегивало и пугало вот эта вот история с училищем, когда директор там и все учителя сидели. и говорили, что вы должны занять на России с первого по шестое место. Если вы с первого по шестое место не займете, мы вас выгоняем. Я говорю, ну как же с первого по шестое? Есть же еще дети в России. Я же говорю, как же они... Во-первых, у меня их семь. Я говорю, как они могут занять с первого по шестое, когда их у меня семь? А он говорит, я ничего не знаю. С первого по шестое. Я говорю, а другие дети, они же тоже там хорошие, сильные Из Волгограда тогда была Савинкова Маша У Елены Львовны и Корпушенко всегда были дети очень сильные Они всегда там, Даша была Даша из Дмитрова, как ее? Даша, Даша, Даша Кондакова То есть я говорю, ну там же тоже дети сильные есть А он мне говорит, ну ты тогда этих выгонишь, а тех сильных возьмешь Я говорю Я помню, девчонки журналы заполняли И там, да, план на полгода такой-то План на год такой-то, там все было расписано Да, и такая была жесткая дисциплина Если там кто-нибудь сказал из учителей, что они не отстают Тоже значит, до свидания И вот, видимо, они в таких жестких рамках были И все Но на тот момент еще у них были родители молодцы Никто из родителей этих детей не разрешал им расслабиться и там Дома тоже То есть Таня вот мне сейчас рассказывает Она говорит, мне так было тяжело Я звонила маме с папой Говорила, мам, я больше не могу Можете меня забрать? Они говорят Таня, мы если тебя заберем сейчас Больше ты туда не приедешь Выбирай, либо ты уезжаешь, но уезжаешь навсегда Либо ты остаешься и терпишь Ну то есть вот так Не давали вообще варианта Какого-то вот А кому давали Вот мы знаем таких И ничего, к сожалению, не получилось Ну, исходя из этого такого фрагмента нашего разговора Трудолюбие — это талант? Трудолюбие? Мне кажется, что да Мне кажется, что это либо дано, либо не дано Ну и вообще, наверное, я вот тоже так вот много думала на эту тему Мне кажется, что если ребенок очень сильно заинтересован И если ему нравится и очень сильно хочется Желание Самое главное, человеком всегда движет желание, правильно? То есть если есть бешеное желание То время летит незаметно Неважно, что ты делаешь Физически тяжелый труд Или это, не знаю, рисуешь картину Или ты музыку какую-то То есть в любом случае ты делаешь, 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 делаешь И смотришь, а уже 10 часов прошло И ты даже не заметил, как прошло 10 часов И ты вышел из зала И получается, что ты чувствуешь, что когда вышел из зала, что ты устал А люди это принимают за трудолюбие Мне так кажется, что это вот желание бешеное Да, этот вопрос, почему часто поднимается в интернете ресурсов И обсуждают Вот Женя Канаева, у нее не было сумасшедших данных Я говорю, как у нее не было данных? Во-первых, у нее были данные, она сумасшедшая, ловкая и спина И самый главный талант Ну для меня, вот я, наверное, на примере Жени Канаева Я понимаю, что этот талант, трудолюбие Тебе должно быть дано внутреннее желание Потому что сколько она работала И как она работала на примере Также, кстати, это про Таню Горбунову Это тоже, мне кажется Да, но еще мне кажется, что Дети, у которых очень хорошие данные Даже слишком хорошие данные Мне кажется, что они немножечко Когда они начинают это понимать Что у них вообще все легко получается Им вообще не надо там особо задумываться Как это делается Они вот в какой-то момент расслабляются А те, у кого чего-то недостает И они понимают, что им нужно И у них нет варианта такого Им нужно своим количеством повторений Так это все сделать Чтобы, ну, если тот, у кого очень хорошие данные Ошибется, то я должен вот не ошибиться И сразу его обогнать на повороте И мне кажется, что те, у кого данные, скажем так Посреднее, те добиваются большего Потому что они просто понимают, что у них нет другого выхода А как вы тогда Полине Кукушкиной объясняете быть трудолюбивой? Я ее, я ей не объясняю про трудолюбие Я ей пытаюсь заинтересовать То есть, если вот на интересе Можно делать много чего И оно должно быть не мучением И не вот этим вот долбежкой какой-то А интересом Вот интересно должно быть И если ей будет неинтересно Она все равно не будет делать миллион раз Потом она уже очень эмоциональная И она выгорает очень быстро То есть у нее и быстро получается Но она и быстро уже сдувается И мы с психологом разговаривали И она мне назвала прям четкие, очень четкое время Она мне сказала, Наташа, вот у тебя есть два с половиной часа Через два с половиной часа Она тебе ничего не сделает Она держит внимание свое Ровно два с половиной часа Там 2,20, по-моему, она сказала И она говорит, вот за 2,20, что успеешь, что твое И она говорит, что у нее очень много уходит на мыслительную деятельность Не на физическую То есть она очень много думает И у нее очень много сил уходит на мыслительную деятельность Как интересно И она быстро устает из-за того, что очень много думает И такой вопрос, когда она выступает Вы переживаете больше как тренер или как мама? Не знаю даже Я когда смотрю на нее, я смотрю на нее больше как тренер Когда она вот именно процесс На ковре Да, на ковре, когда она выступает Я на нее смотрю больше как тренер И я хочу все время ее как-то вот Во-первых, я люблю судить последнее время Я вообще никогда не любила судить Но я люблю судить, потому что я Когда ты судишь, ты видишь всех И ты не отвлекаешься Не вышел, посмотрел на какую-то девочку, которая тебе интересна А потом пошел куда-то А ты обязан смотреть всех И вот на фоне всех у тебя складывается понятие Что вот тот ребенок вот такой-то, а вот тот вот такой-то Потому что если ты всех не просмотришь, всю массу Ты не поймешь этого И вот когда Полина выступает Я, конечно, люблю просмотреть всех детей ее возраста И в том числе в этом потоке ее И чтобы мне понимать как тренеру Где она отстает, где у нее лучше А где, на что подносить А что у других уже делают больше, а что меньше И вот у меня вот как-то в основном тренер Тренерский взгляд Но когда она выходит Если у нее что-то не получилось там на площадке Она так плачет сильно Я не могу Вот тут у меня включается мама Я не могу просто Мне так жалко становится Я думаю, ну что это такое Ну зачем это все надо Если ребенок Ну знаешь, вот один из ребенок Который что-то там у него не получился И он плачет Не берем гимнастику Вот он плачет Любая мама, конечно У нее сердце сжимается Когда ребенок радуется И мама радуется Да, понятно А когда ребенок плачет То вот тут я вообще не могу Мне кажется, что это вот Ну зачем мы все это делаем Когда ребенок так расстраивается Сильно Это же вообще просто что-то То есть, когда она на ковре Вы тренер Стоит ей вернуться Да, у меня сразу вот Радуется она Я радуюсь Да, вот что это Мой ребенок радуется Как мама И как только она плачет У меня все Как трогательно Партнер проекта Но олимпийских получается четыре Ты мне подсказала Татьяна Горбунова Да, Татьяна Горбунова Каролина Севастьянова Вита Ильина И Рита Мамон И Рита Мамон Ну, если так можно Назвать, скажем, моей олимпийской чемпионкой Нет, вы причастны Ну тогда и Женя Канаева Тогда интернет врет Тогда пять Четыре Потому что, если честно, то с Ритой я работала меньше, чем с Женей Канаевой С Женей Канаевой гораздо больше времени мы с ней проработали, чем с Ритой Пять олимпийских чемпионов Есть ли мечта, желание довести еще олимпийскую чемпионку И может быть до Кисан Края на олимпийских играх? Конечно, есть Плох тот, кто не хочет стать генералом С Полиной готова? Вы же понимаете, насколько это сложно будет? И это же все-таки очень сложно и путь физически, и психологически вывести для гимнастки, для самой Ну, конечно Но вы готовы с ней разделить все тяготы? Я, конечно, готова с ней разделить как мама Но при условии, что она к этому готова будет То есть, если она не захочет Я ее не собираюсь заставлять Или как-то давить на нее То есть, это все только вот Моя была задача ее заинтересовать в детстве Потому что она сомневалась, хочет она быть гимнасткой или не хочет Нравится ей или не нравится С такой фактурой нельзя было ее выпускать Нет, Азиза, она была толстая Да? Да, она была маленькая, толстенькая такая Ну, я не знаю Правда, как-то маленькая она была Только начала ходить, и пришла Эрина Санна в ЦОП И вот она почему-то ее, когда первый раз увидела Она сказала Она будет чемпионкой мира Я говорю, Эрина Санна, вот с чего вы тут взяли-то? Она говорит Ой, молчи, ничего не понимаешь? Слушай меня, что я говорю Я говорю, я только за Я только за Вот Но она долгое время сомневалась Уже когда дети ее возраста делали Я не знаю, там какие-то суперсложные элементы Уже выступали на соревнованиях Она вообще еще даже не начинала Она, нет, она в зале-то была Она просто игралась, бегала Там смотрела на девчонок Как они что делают Какие-то даже элементы там пыталась учить Но выступать и тренироваться серьезно Это вообще она начала очень поздно То есть Не знаю, мне кажется Это был осознанный ее выбор, можно сказать Да Но я вообще, я долгое время не давила Я не хотела, чтобы это было Мое какое-то решение Чтобы потом, если вдруг что случится Чтобы она мне потом сказала Это ты меня заставила Это ты меня привела в гимнастику Это вот если бы не ты Я бы пошла бы там Не знаю На барабан Куда-нибудь, да Вот я не хочу, чтобы такое было И поэтому я ей говорю до сих пор То есть вот Если ты хочешь Я помогу Если ты не хочешь Я не собираюсь тебя заставлять Или Ну, то есть У нас и так в жизни с тобой все хорошо Вот И, соответственно, это только твое желание Вот если ты захочешь То давай, будем Мам, ну у нас же все получится Я говорю Конечно, получится Конечно Получится Будем все делать Да Из интервью с Ульяной Донскова Орин Санья увидела И сказала Будешь олимпийской чемпионкой? Говорит Я тогда еще никто не понимал Буду ли я олимпийской чемпионкой? Но Орин Санья тогда сказал Будешь олимпийской чемпионкой? И я с этой мыслью В какой-то момент когда было тяжело Думала У нас Орин Санья сказала Потому что буду олимпийской чемпионкой, значит буду олимпийской чемпионкой А вы можете представить, что ее может тренировать другой тренер? Я ее пыталась отдать У меня многие просили У меня просила Надежда Николаевна У меня просила Амина недавно И я как-то думала все время Я ей тоже предлагала Полине Я говорю, Полин, давай ты... Лисанн тогда как раз у нее было очень много детей Лисанн Савицкая как раз вместе в ЦОПе А Полина маленькая была И у нее как раз... У меня взрослые были гимнастки, а у нее маленькие Я говорю, там Полинка как раз шматко была Лала маленькая была Я говорю, давай ты пойдешь к Лисанн Савовне И там будешь с детьми в группе вместе Там все такое прочее Она говорит, нет, я не пойду Я буду только у тебя тренироваться Но я такая думаю, один раз думаю, спрошу у нее Почему она хочет только чтобы вот именно только у меня тренироваться Думаю, наверное, как все дети Скажем так, мама там разрешит Посидеть или там что-нибудь... Мама есть мама Да, думаю, наверное, по той самой причине Я говорю, Полин, что ты никому не хочешь идти к другому тренеру Почему именно я нужна? Она мне, знаешь, что сказала? Причем это ей было лет шесть, не больше Или пять Она мне говорит Ну, шесть-семь где-то было Она мне говорит, ты знаешь Я тут посмотрела Ну, говорит, тут в зале у нас У всех тренеров На их учениц Посмотрела, говорит И мне кажется, что... А, нет, она не сказала, мне кажется Она сказала, что мне твои гимнастки нравятся больше всех Поэтому я буду тренироваться у тебя То есть она вас выбрала не как маму, а как тренера Да, да, да То есть вот так Я-то еще пыталась ее сдать кому-то Она сказала Нет, ты знаешь, мне твои гимнастики больше всех нравятся Я такая Ну, это ответ Да Осознанный Это да, тогда да А сейчас вы с ней в Новогорске? Ну, да Начали ездить туда Потому что надо как-то расти Надо, как Ирина Александровна говорит Дуб растет среди дубов Это правда, потому что она придя туда сразу, естественно Смотрит, как там девочки, как тут девочки делают И, естественно, как бы процесс пошел получше, побыстрее Потому что она отстающая Ну, по той простой причине, что она очень поздно начала Мы же все решали, да или нет, да или нет Когда все уже выступали на соревнованиях, мы еще все не могли определиться Хотим мы или не хотим И вот когда уже, в принципе, определились и начали тренироваться Уже все все делать умели В Волгограде есть традиционный турнир, который еще организовала в 2000 году ваша мама После того, как ее не стало Турнир в честь ее памяти Волжские звездочки И, если я не ошибаюсь, на последнем турнире выступала Полина с показательным номером Ну, мы туда стараемся каждый год ездить, да Но на прошлый раз она выступала прямо в конкурсе, а в этом году в показательных Потому что в прошлый раз она еще в том году выступала на юном гимнасте И нам нужно было в сентябре уже быть прямо в форме А в этом году, к ноябрю только, и там новая программа была у нас, мячик новый Мы решили так сильно быстро не готовиться И приехали с показательным выступлением Когда выступает ваша дочка Полина, перспективная гимнастка на турнире, который когда-то организовала ваша мама Сейчас проводится в честь вашей мамы Наверное, это какие-то очень трепетные, очень теплые чувства И здесь по-настоящему эта гимнастика, о которой мне хочется рассказывать Хочется, наверное, говорить Какие чувства вы испытываете в этот момент Но я не представляю, мне кажется, это так невероятно здорово Конечно, особенно для Полины, для самой Потому что она бабушку не застала Вернее, бабушка ее не застала, а она бабушку так и не увидела Но когда проводится турнир, там всегда стоит ее фотография возле площадки И Полина, конечно, так всегда старается Ей хочется сделать лучше И всегда у нее такое чувство, что я буду лучше в нашей семье гимнастка Соответствовать, можно сказать, вашей династии настоящей гимнастической Перейдем, наверное, на этой ноте к нашему классическому блицу Несколько коротких вопросов С короткими ответами Но если хочется рассказать что-то, мы не остановим Гимнастика это, одним словом Это красота и труд одновременно Красиво и тяжело одновременно Если оставить один предмет в гимнастике, то какой? Ленточку Мне кажется, вы первая, кто ответили ленточка Мне кажется, ассоциация художественной гимнастики как раз ассоциируется с ленточкой Потому что, не знаю, там булавы могут и с цирком ассоциироваться Обруч тоже, а ленточка только в гимнастике есть больше нигде Обычно мы еще задаем, если будет дочка Отдадите ли вы ее в гимнастику, но здесь этот вопрос Уже сам собой разувечится Отдали уже А если вторая? Тоже Попробуем еще раз Фраза Наверное, мы обычно говорим фраза Ирины Александровны Но и фраза от Ирины Александровны, и фраза от вашей мамы как от тренера Которая часто вам вспоминается Я даже не знаю, какая фраза мне вспоминается Наверное, что-то такое связанное с... У меня вообще мама не любила какими-то такими фразами говорить Она очень любила какие-то очень долгие наставления давать Что мне уже начинала наблюдать ее слушать Вот Арина Александровна как раз любит фразами говорить И у нее их очень много Больше всего мне запоминается Что, как Ирина Александровна все время говорит Что вот все там определено И точно не могу ее, эту фразу, да, сказать Как она это... Сформулирована Сформулирована, да Но я очень с ней согласна в этом плане Что наше дело работать Там все определено А наше дело работать И стараться делать то, что нам предопределено Пожелания от вас Вам в начале тренерского пути Работать честно Много С интересом И любить детей И любить художественную гимнастику В первую очередь Вот любить свое дело И тогда будет все получаться И пожелания нашим зрителям Они у нас состоят из гимнасток Мам гимнасток и тренеров Хочу пожелать, наверное, деткам здоровья В первую очередь гимнасткам маленьким Потому что если вы занимаетесь спортом профессиональным То за здоровьем нужно следить очень усиленно Потому что на здоровом человеке Можно пахать Можно его заставить делать все, что хочешь Можно выучить все, что хочешь С больным, к сожалению, нет И в основном это происходит Из-за каких-то таких вот моментов Кстати, это пожелание родителям и тренерам Не пропускать какие-то маленькие, мелкие микротравмы Микро, не знаю, какие-то там болезни Не спускать это все на самотек Нужно вовремя все это делать Чтобы это не развивалось в большую проблему Девчонкам, гимнасткам Желаю всем удачи Удача это такая вещь Иногда бывает, что очень много работают дети И стараются, и тренеры, и прям много часов И вот в какой-то момент удача Почему-то нет удачи Отворачивается от того или иного человека Поэтому я желаю всем именно удачи Потому что это такое, чего от нас не зависит Тренером Чтобы каждый тренер в жизни нашел Для себя идеальную гимнастку Чтобы потом, скажем так В конце своего пути тренерского Было удовлетворение Даже если, ну скажем, она не станет олимпийской чемпионкой Но тренеру она запомнится Как для него самое лучшее Самое талантливое И ему в тот момент И тот период работы с этой девочкой Для него самым будет счастливым И, скажем так, жизнь моей в гимнастике прошла не зря Потому что я тренировала вот такую-то девочку И она молодец Она мне больше всех запомнилась И лучше всех была она Ну а всем желаю, наверное, терпения Не терять интерес Потому что все-таки на желании И на интересе делается все Потому что если потерять его в какой-то момент Или опустить руки То делаться ничего не будет Нужно все время поддерживать в себе И деткам, и родителям, и тренерам Поддерживать в себе интерес Художественной гимнастике Не получилось сейчас Значит, получится на следующий раз И вот этот интерес не терять И тогда будет у всех все получаться Наталья Валентиновна, я надеюсь, что ваши пожелания исполнятся У всех наших зрителей в наступающем новом году Вам огромное спасибо за этот настоящий разговор За глубокий разговор о гимнастике Мне кажется, вы нашли свою гимнастку Вы встретили эту идеальную гимнастку И я вам желаю спортивной удачи И здоровья на вашем интересном спортивном пути Огромное спасибо, что, приехав из Новогорска Вы поговорили с нами о гимнастике Огромное вам спасибо Спасибо, Азиз Всех с наступающим Новым годом И надеюсь, Новый год принесет всем счастье, радость И исполнение всех желаний Редактор субтитров А.Семкин